Всем привет зрителям в ютюбе В общем Павлика выписали Но мы с ним получается лечимся И он и я Мы как два старичка Ходим по этим По больницам Он один день И я с ним Я на другой день Он со мной Нам не хватает только палочек Ой смех и грех Что хочу сказать Огромнейшее спасибо всем тем Кто действительно искренне Почувствовал Всем тем кто Помолился Кто поставил в храме Свечки Огромнейшее спасибо вам за то что вы так скажем Поддерживаете Поддерживаете нас Поддерживаете Пашу Ну и отдельное спасибо всем тем кто пишет Странные комментарии Уличает людей В каких то Грехах Нас спасшие И поэтому Типа мы болеем Хочу сказать И ответить сразу Этим людям Во первых Сразу они отправились В бан Это раз Во вторых Я ответил письменно Ну и решил сейчас Ответить еще И здесь По видео Что никогда Не судите человека Особенно Что касается Православия Потому что Помните слова Такие были У Иисуса Христа Если она Грешна А вы Нет То бросьте В нее Либо в меня Первый камень Да Вот хочется Сказать этим людям Вот если вы настолько Чисты Настолько Не грешны То бросьте Камень Первыми И сообщите Об этом Всем нам Потому что Грешных Людей На нашей земле Полным полно А вот Настоящих Чистых К сожалению Их нет Я могу Прямо сказать Их нет Потому что Нужно Вести себя Правильно Если вы Праведный человек И пишите Такие комментарии Наверное Просто не стоит Себя так вести Причем Меня удивило Знаете Какая вещь Что эта женщина Не хочу называть ее имя Она появилась Тогда Когда мы были В Крыму Писала Такие искренние Комментарии Я еще помню Кстати Извините Помню про Лору Помните Мы дружили С такой Блогершей Лора Лора USA И когда мы С ней дружили Так скажу Ну если не поругались Просто перестали Наверное Друг друга смотреть Вот И тогда Я помню Когда я смотрел Ее канал Она правильно Правильную вещь Говорила Что есть такие Блогеры Которые Они блогеры А есть такие Зрители Которые Сначала Пишут Хорошие Комментарии Такие Знаете Ну В довериях Замедряются А потом Начинают С Хэ на Б Посылать Всех Начинают Брать на себя Слишком много Каких-то Позиций Вещей И Они считают Что Могут Человеку Говорить Какие-то Вещи И упрекать Но я понимаю Что можно сказать Знаете Даже Много Жрете Плохо Выглядите Хотя Это опять Дело Каждого Человека Зачем Но когда Уже Касается Насчет Веры Когда Касается Когда Человек Пишет Что Какие-то Мы Грешные Ну Если Писать Что Мы Грешные То Тогда Нужно Самой Быть Настолько Чистой Чтобы Об этом Говорить Другим Людям Так Вот Сначала Омойтесь Где-то В Святых Водах Пойдите Исповедуйтесь Не Грешите Станьте Матушкой Где-нибудь В каком-нибудь Монастыре Женском А потом Давайте Людям Советы Как Нужно Жить И Кто Грешен А Кто Нет Вот Ну В общем Ладно Все Об этом Сказал Не Не Забудьте Конечно Поставить Пальчики Вверх Написать Ваш Комментарий И Хочу Сказать Всем Здешним Зрителям Которые До сих Пор Сидят И ждут Видосы В ютубе Сейчас Их Чуть Чуть Будет Здесь Ну Может Меньше Может Мы Потом Войдем В какой-то Ежедневный Обычный Режим Наш Но Пока Мы Встречаемся Со Всеми Нашими Друзьями В Телеграм-канале Ссылка На Которого Я Оставлю В Комментариях Но Если Вдруг Я Забуду Ссылку В Комментариях То Его Очень Просто Найти Вы Просто Скачиваете У кого Нет Телеги Скачивайте Телеграм-канал И Там В Поисковике Набираете Адрес Ваши Лучшие Друзья И Сразу Найдете Там Фотографии Все Сразу Нас Найдете Можете Не можете А там Нужно Подписаться Нас Уже Там Было Сначала Что-то Около 14 Потом Стало Около 25 50 100 И Там Уже За 100 Завалило Человек Поэтому Сейчас Мы Там Видео Выходит Здесь Сейчас Здесь Конечно Видео Выходит С каким-то Периодом Времени Что-то Было Вчера Вы Можете Увидеть Это Послезавтра Вот Поэтому Кто Хочет Нас Лицезреть Здесь Сейчас Кто Хочет Принять Участие В нашем С вами Общении Прямо Онлайн Практически Поэтому Ждем Вас В Ютуб Канале В Телеграм Канале Ваши Лучшие Друзья Которые Называются Но Здесь Видос Мы Продолжаем Стоим Ждем Тут Врачей Я Увидел Вот Этот Пролет Ребята Вы Делали Так Или Нет В Детстве Естественно Не Сейчас Пролет Между Тоже Видите Идет Раньше Нужно Устраивали Конкурс Какой У кого Слюна Когда ты Плюешь Долетит До Первого Этажа До Первого Этажа Когда Долетит Ну Конечно Попадало И на Перила И все Остальное Но Вот Такое Баловство Нам Казалось Абсолютно Тогда Безобидным И Паша Говорит Что Он Тоже Так Делал Да Чтобы Просто Не казалось Что Я Один Такой Не Такой Какой То Короче Это Делали Вот Так Или Нет Так Вот Вставали Нужно Было Встать Ровно Нацелиться Вот Сюда Все Сбалансировать И Потом Так Раз И Он Летит 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 И Чтобы До Первого этажа Вон Там Где Люди Ходят Просто Подумайте Что Я Такой Совсем Оторвыш Был Встреча Надо Бороду Идти Уже Встречу Бороду Разные Стороны Уже Все Сижу Здесь Отделение Стоматологии Запах Такой Здесь Стоматологии Специфический Запах Я не знаю Чего Это Чем Пахнет Знаю Что У нас есть Стоматолог Врач Рита Раньше Работала Рита Киногруф Рита Расскажи Почему Стоматология Пахнет Специфическим Запахом И Чем Самое Главное Пахнет Такой Запах Не Очень Приятный Запах Большое Отделение Сидим Ждем Павлик Павлик Идет Тоже Мы просто К одному Врачу Не можем Попасть Сегодня Нас Правили Сказали Идите Подождите Мы сидели Ждали Потом Павлик Говорит Так Уже В 20 минут Прошло Мне К Следующему Врачу Идите Она Говорит Вы идите Тогда Говорит К Следующему Врачу А Потом Я Говорит Крайний Пациент Я Говорит Вас Буду Ждать Во Сколько Придете Я Вас Так И Стоматолог 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 Хотите Либо Нет Вот С одной Стороны Чего Бояться Да Вроде Сейчас Уже Стоматолог Как Минимум Настолько Сделал Огромнейший Шаг Вперед С другой Стороны Как То Все Равно Вот Эти Все Звуки Бормашинки Запахи Само Кресло Да Вот Оно Приводит Многих Людей В ужас От Этого Страшно Становится Вот Вы Болитесь Стоматолог Либо Нет Я Вот Как-то У меня Так И Двойные Ощущения Потому Что В Первом Месте Я Так Скажем Не Очень Боюсь Пломбы Ставить Там И Все Остальное Для Меня Это Как-то Так Знаете Ну Не Совсем Что-то Страшное Зубы Там Не Зай Сверлить Потому Что Я Сейчас Понимаю Что Это Ничего Страшного Нет А Вот Кто-то Ходит Как-то Не Знаю Лечат Единственное Что Сейчас Это Так Дорогостоящее Даже Муниципальные Клиники Считайте Что Бломбы По-моему Платные Бесплатно Вам Ничего Не Сделают Могут Только Выдрать Бесплатно Все Остальное Только Платно Вот Именно Связано То Что Стоматолог Может Конечно Ошибаюсь Но По-моему Так И Есть Потому Что Как-то Я Ходил В какую-то Поликлинику Мне Нужно Было Бломбу Что-ли Поставить Мне Сказали А Какая Разница Какая Разница Здесь У нас Такая Сумма Что Например Там Назнавали Пломба Стоит 4 тысячи Рублей Если Хотите Цемент Закатаем Бесплатно Цемент Да Либо Пломба Светокомпозиционная Есть Разница Особенно Там Где Зубы Видно Ой Ну Женщина Это Конечно Меня Парила Сегодня В какой-то Вот Я Паша Прочитал Сообщение Он Вообще Говорит Да Просто Забанил Ее Да И Все Недалекая Женщина Что Говорит С ней О чем Говорит Не Разговаривать Я Все Равно Ответил И Потом Просто Забанил Потому Что Ну Не Знаю Увидеть Прочитает Но Я Думаю Что Здесь Она Может Это Увидеть Потому Что Несколько Комментариев От нее Было Ну Вот Пусть Послушает О себе Все Что Она Думает Святых Людей Не Бывает Бывают Только Дети За Семи Лет Они Ангелы А все Остальные Это Грешники На этой Земле И Даже Если Вы Считаете Себя Что Вы Не Грешны В любом Случа Все Ваши Поступки Осудить Человека Когда Говорит Не Суди Да Несудим Будешь А Вы Не Осуждаете Даже В мыслях Либо Там Какие-то Другие Грехи Вас Нет Сомневаюсь Если Есть Такой Взрослый Человек То У Вас Нужно Как Это Называется В Лике Святых Что Ли Куда То Возводить Мощи Ваши Пополняться Мощам Вашим Странная Женщина Конечно Странная Вышли из больницы У нас Как будто бы Весна Ребята В телеграм Канале Показывал Что у нас Тут Творилось Был И практически Новый год Еще Только Не было Остатки Снега Озон На каждом Углу Посмотрите А сейчас Ручьи Бегут Потому что Сегодня Уже Плюс Шесть Завтра Плюс Одиннадцать Там Где-то Плюс Четырнадцать В общем Погода Такая Знаете Заходящий Саду Погода Такая Что просто Как весна Весна Идет Весне Дорогу Но Если Не Думать О том Что Весна Ну Как бы Не Надумывать Себе Да Наверное Съем Один Ком Большой То На улице Конечно же Осень 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 Бананы 150 рублей Дороговато Че-то Магнули 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 Так Поэтому Тут Нужно Понимать Что впереди Все-таки Новый год Но Погода Такая Капризная Штука Она Сегодня Одна И минусовая Идет Снег Завтра Уже Плюс 14 И Все Говны Снова Тают О Покажу Вам Кстати В Телеге Я Говорил Показывал Там Готовили Суп Мы с Ребятами Все Вместе Короче Вот Эта Фирма Большая Кружка Оказывается Очень Хорошая Вот 15% Сметана А В ней Короче Такая Густота Крутая Это Просто Супер Просто Обычно Уже Сейчас Возьмешь Там Сметану 15% Она Такая Знаете Как Густой Кефир А Вот Это Хорошая Фирма Если Есть У Кого То Ищите Большая Окружка Кто Делает Только Не Могу Понять Ленинградская Область Гатчина Вот Поэтому Смотрите Хорошая Сметана Представляю Тогда Какая 20% Густотень Будет Я Честно Говоря Самое Главное Чтобы Не Запутаться А то У Меня Получается В теле Будто Я Снимаю Вот Так Вертикально А В 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 Хотел Еще Сказать У Нас Конечно Неполитичный Канал Ну С Политикой Мы Не Связаны И Нас Это Особо Не Интересует Но Хочу Тут Просто Сегодня Был Комментарий Пока Павшу Сидел Ждал Ничего В Принципе Особого Но Такие Комментарии Часто Очень Появлялись В Крыму Когда Мы Были Ну Так Скажем Те Самые Украинцы С Красными Флагами Желтой Полоской Считающие Себя Очень Смелыми Товарищами Писали Всякие Гадости И Потом Ставили Черный Ставят Ну Грубо говоря Удаляются Из канала Либо Ставят Черный Список Чтобы Им не Отвечали Так Сегодня То же Самое Значит Сижу Жду Переписываемся Там С ребятами В телеге Смотрю Приходит Оповещение В этот Ютуб Под Каким-то Видео Ялтинским Что-то Как мы Туда Идем А ты Что Туда Идем Под Ялтинским Там Каким-то Видео Из Этого Года Написано Слава Украине 65 тысяч Восклицательных Знаков И Я Как бы Ну Самое главное Что на аватарке Нарисовано Советский фильм Гайдая Операции Где там Как его зовут Этого актера Товачка Советского Ой Напомните Короче Мне Ну вот Это Хорошая девочка Лида И вот Этих героев Я тоже Не помню Как Шурик Шурик И Лида Вот это Они там Где-то лежат Видимо Читают Актеры Не помню Вот Что мы с тобой Прямо встали Куда-то Не это Ни туда Ни сюда Одна-то бабка Идет На уши Повесила На это То что я иду Говорю Поэтому я замедлился Здесь мы встали Прямо около рынка Люди Туда-сюда Ну в общем Вот что Факт Значит этот Шурик И Лидочка Лежат Значит такие книги Читают И написано Слава Украине Ну я значит Начал писать Этому человеку Я говорю Вы настолько Пропагандистки Относитесь Слава Украине Что вы Чаще всего Используете То что Было создано Советским Союзом Россией Так скажем Да Но если вы настолько Смелый человек Зачем вы тогда Стоять сразу же В черный список Вот так И тогда Ответь за свои слова И вот такой вот Принцип Мне кажется У всех таких Ебоньков Которые пишут Типа слава Украине Там и Гэй Европа И так далее И тому подобное Ну вот Мне кажется Что если ты уж Сказал А Тогда держи За свои слова Ответ А то как-то Получается Немножко неправильно Слава Украине Героям слава Как они это пишут И сразу в черный список Человека Чтоб ему не ответили Позор Стадоба Просто стадобище В общем Секуны с секунами Для меня это вообще Конечно Ладно Мы не о том Просто Хотел сказать Что Есть такие люди Короче Зашли в экспресс Нам тут кое-что Нужно купить И уже появились Новогодние Всякие украшения Мишура Ну не так много Но уже все-таки Уже всякие хлопушки Мишура И все остальное Продается Не знаю В ваших регионах Появлялись С неба нет Я кстати Смотрел Как-то На обзоры Фикс прайса И там Например Были какие-то Прикольные вещи Ну например Я вам говорю Что кто-то Из Этих обзорщиков Показывает Что есть Вот такие Типа носочки Ну грубо говоря Вот по 79 рублей Девочки Приходите Покупайте Они говорят Ты идешь На магазин В Москве Их например Может не быть То есть они Как-то видим Еще по регионам Распространяются Вот поэтому Поэтому Перестал смотреть Эти фикс прайс Кисовские Обзоры Да и Не нравилось Мне никогда Их Потому что Для меня обзор Это как Вот например Я взял Например Какую-нибудь Хлопушку Либо купил Там какую-то Гирлянду Либо еще Что-то Принес домой Да Разобрал И смотрю Из-за какого Материала Это сделано Плотный Неплотный Красиво Некрасиво А когда Вот эти обзорщицы Лентяйки Так называемые Ходят по фикс прайсу И показывают Это вот просто Вот так Причем еще молча Например Да Вот еще одна Повисла На ушах Например Так вот Да Там Вот Такой Вы можете Купить Мишура Вот такая Вот мишура Есть Очень красиво Фикс прайс Появилась Вот украшения Такие Вот тоже Тексты 59 рублей Во-первых Цена может быть Везде разная А во-вторых Что-то за обзор Что-то За обзор Такой Мне такое Не нравится Ты купи Принеси Покажи Потрать деньги И причем У таких Вот обзорщицы Столько Просмотров Было И всегда Есть А когда Я тогда Один раз Купил На обзор Фикс прайс Давно Правда Года 4-5 назад К хэллоуину Кстати К хэллоуину Куча Всяких Вещей Принес Домой Там Сделал Такой Обзор Там Значит Это все Подсветка Так Всякие Там Звуки Что там Только Не делал И у меня Просмотров Там Ни о чем Было Поэтому Знаете Видимо Людям Нравится Вот эта Хуйня Из несовершения В ютубе Вот так Вот Лентяйки Которые Ходят И показывают Вот такие Вот обзоры Ну и вообще Ничего Хорошего Вот Гирлянд Кстати Почему-то Нет А вот Какие Шапочки Появились Смотрите Как прикольно Шапки Шапочки Сколько Они стоят Тоже Нужно Попасть Потому Что В какой-то Момент Когда Появляются Прикольные Гирлянды Они Есть А потом Раз Исчезают Короче Просто Их может Не быть Поэтому Смотрите Какая Прикольная Штука Скорее Что На Этих Да На Батарейках Надо Сейчас Купить Наверное Сколько Цена Гирлянда Новогодняя 149 Рублей Можно Кстати Купить 150 Рублей Прикольно Оригинально Выглядит Смотрите Как Шапочки Такие Как Шапочки Год Дракона В этом Году Кто Кстати Родился Год Дракона Павлик Родился В Год Дракона Это его Его Год Его Год И кто У нас Еще Рожденный В Год Дракона Пишите В комментариях Вот Еще Какая Гирлянда А Вон они Где 249 250 Рублей Это Не С той Песни Вот Они Где Стоят Розовые Вот Такие Но Тут Мне Кажется Посимпатичнее Что Или Какой Цвет Интереснее Есть Побольше Желтых Или Так Сложный Желтый Розовый И Чуть Синий Он В принципе Здесь То же Самое Так Видимо Сложено Интересно Видите 249 Рублей Уже Метр 8 Длина Есть Такие Розовые Там Уже Синие Какие-то Шарики Они Стоят 200 Рублей Гирлянда Новогодняя Лента Что Вот Это Гирлянда Новогодняя Не Понять Что Это Такое А Вот Такое Интересно Как Тоже Видите Сделано Прикольно Красное Синее Надо Кстати Почитать Кто Читал Какой Цвет Дракона В этом Году Они Всякие Чёрные Зайцы Голубые Зайцы Там Все Остальное Смотрите Как Выглядит Такие Оригинальные Это Видимо Просто Гирлянда Какая Смотрите Какая Еще 250 Рублей Тоже Как будто Ёлочки Внутри Бутылочек Купи Мне Гирлянду Шапочки Шапочки На батарейках Есть Вот такая Смотри Еще 200 рублей Не знаю Чего Кружку Нет Вот Я бы Гирлянды По 200 рублей Что-то Мне кажется Немножко Дороговато У меня Конечно Таких Много На батареях Но в этом году Видишь Что-то Они Опять Оригинальные Такие Вот Они Редко Бывают Просто Видишь Как будто Как это Шарики Вон Тут Круглые Смотрите Такие Круглые Круглые Да Не очень Может наоборот Будет Держи Вот эту А еще Есть Вот эти Конечно Тоже Круто Смотрится Ну Мне кажется Так Уже Да Вот эти Вот Ну Просто Не на маленькую Елку Просто На стол Куда-то Либо Еще Что-то Я же Не Не к этому Чтобы Куда-то Вешать На маленькую Елку У нас Куча Это Просто Чисто Как-то Знаешь Я Думаю Это Либо Это Как-то Считаешь Я Ну Ну Я Я Так Короче Так Короче Пишите Что Лучше Какая Вам Больше Понравилась Либо Вот Такая Вот Еще Лампочки Я Сейчас Тогда Возьму Вот Эту А Потом Если Вот Это Вы Скажете Крутая Идея То Я Тогда Завтра Приду И Куплю Пока Они Есть Да Проходить И Повешу Специально Повыше Подальше Чтоб Их Никто Не Видел Ботиночки За 150 Раньше Кстати Все-таки Подешевле Было Сейчас Уже Все Цены Кусаются Смотрите Какой Паровозик Деревянный 300 Рублей Тоже Стоит Прикольно Да Смотрится Мне кажется Кажется Что Вот В Москве Уже Людей Не Удивить Что Некоторые Люди Ходят С Камерами Что-то Снимают Некоторые Люди Реально Просто Стоят Сзади И слушают Стоят Сзади И слушают О чем Говорят Что записывают Знаете Дикость Какая-то Вот Видимо Такие могут Писать Замечания Делать Учительница Первая Моя Там стоит Такая На заднем Вот Наш Алексеевский Рынок Когда Мы Здесь Были Частыми Покупателями А сейчас Ребята Тишина И пустота Вообще Толком Нет Вот Мы В этот Рязанский Соленья Ходили Так Часто Но Такая Бойкая Торговля Раньше Была Мы Тут Практически Всех Продавцов Знали Нас Всех Знали А Сейчас Тишина И Спокойствие Один Из Самых Дорогих Рынков Стал Вот Мне кажется Самый Дорогой Это Как он Даниловский И потом Мне кажется Следующий Вот это Вот Рухлядь Вот Под этим Синим Непонятным Навесом Как он Называется Здесь Невкусная Говядина Я ж тут Брал Вот Поэтому Решили Просто Идем В сторону Дома Решили Зайти Тут Тысячи Лет Не были Но Уже Совсем Никого Толком Людей То Здесь И нет Зайдем В Останкинский Мясо Камерат Хочу Посмотреть Есть тут Говядина Либо Нету Хочу Знаете Такая Говядина Теба Праздничная Называлась Но Что-то Она Везде Пропала Видимо Видимо Как это Называется Видимо Слишком Дорого Стало Ее Производить Странно Мясо На Хрящах На Хрящах Вот Товарное Соседство Нарушено Холодное Продукция Лежит С готовой Продукцией Че Не вижу По-моему Нет У вас Говядина Праздничная Гровядина Такая Была Ну Просто Сейчас Не Делаю Да Ясно Ладно Спасибо Большое Спасибо В общем Так Вот Ну В Останкинском Комбинате Вообще Стали Мало Покупать Потому Что Они Сами По себе Испортились И Цены У них Какие Неадекватные Вообще Короче Вот Такая Вот История Позвони Я только Две секунды Скажу Сейчас Я отойду В сторону Это Помнишь Я говорю Фикс прайс Я просто Не помню Ты помнишь Цены Как у них Все начиналось 36 рублей Все по 36 Кто помнит Такой Фикс прайс Все по 36 Все по 36 Сейчас Все по 360 Получается Просто Уже Такие цены 250 Там 350 199 Ну То есть Цены Просто Вот А когда-то Все было По 36 Да По 38 Еще Недовольные Все ходили Да А потом А потом Какие-то у них Другие цены Стали появляться Но сейчас Уже Все 77 Да Ну Какие-то Такие Интересные Цены Были Реклама Все по 99 А потом Они от этого Видимо Маркетингового Хода Ушли Что Все по Одной Цене И сейчас Уже Просто Полный Разнобой Но Иногда Мне кажется Примерно Одни Конечно 99 Но Все равно Мне кажется Что сейчас Некоторые Продукты Фикс Прайсе Они уже Ну Чрезмерно Высокие Особенно Какие-то Вот Например Ну Химия Вот Бытовая Химия То есть Неизвестные Вот Я например Не знаю Как Вот брать Да Особенно У людей У которых Есть Элергия Либо Надо На себе Проверять Либо Типа Сарафаном Радио Что Ну Типа Хороший Порошок Например Жидкий Либо Еще Что-то Ну Вот По-другому Никак Потому Что Я думаю Люди Уковались Элергия На порошок Они уже Сразу Экспериментируют Ну Да Экспериментируют Дождь Пошел Опять Пошел Дождь Вчера Такой Ливень Был Ребята Это Вообще Кто В телеграме Там Паш Можешь Разговаривать Я пойду Вперед Немножко Давай Только Здесь Сразу Перейдем Вот Кто В телеграме Есть Они видели Я там С холтером Ходил Кто подписан Кто не подписан Кто подписывайтесь С холтером Ходил Повешили На меня холтер Мне надо было От кардиолога Вот И мы с Пашей Тут значит На днях Должны были Это Ну Надо было ходить Активность Показать Вот И Вышли Повесили Значит Машину поставили И пошли Должны были Пойти на ВДНХ На ВДНХ Не пошли Потому что После снега Пошел Такой Дождь Просто Вот Как из ведра Вот Как Ипполит Помните В этом Как называется В Иронии Судьбы Либо Либо с легким паром Стоял Под Под Фонтаном У меня почему-то в голове Фонтан Под душем И вот он в этой одежде Вот Вот точно так же Причем Сначала Более-менее А потом мы вот В этой же куртках Шли не промокая Как В капюшонах И с нас Вот так вот Вышли Вот так С нас просто Лилась вода До такой степени Просто капала Я шел Руку вот так вот В кармане держал И у меня получается Просто все с меня стекало Я думаю Что такое у меня рука А потом понимаю Что у меня прямо Ручеек Прямо ручеек Льется в карман По руке С ума сойти Вот такой дождь После снега Я вообще просто В шоке А по фикс прайсу Что еще хотел сказать По фикс прайсу Что я помню Когда У меня почему-то была Такая идея фикс И она сейчас остается Что новый год Например тарелки Либо там какой-то Да там Убор вот этот вот Новогодний Должен соответствовать По цветовой гамме Сейчас мы с Пашей Тоже подошли Там к тарелкам В фикс прайсе Не такой кстати Большой выбор Раньше был больше выбор В фикс прайсе Вот этих всяких тарелок Принадлежности И сейчас их не так много Вот Я помню Что первый год Когда мы начали отмечать Вот именно По цветовым гаммам Собирать вот эти тарелки Например там Год Там не знаю К разной собаке Ну к примеру Вот значит Собака там любит Все Там Буквально оранжевое Красное Там Сочетание Там каких-нибудь Ну типа такого Да Вот у нас Все было такого Ну в гармонии Такого Например скатерть Такая белая С каким-нибудь Там кружевым 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 Например Там каким-нибудь Красным Там Белые Белые Оранжевые Там тарелки Носим Все в таком стиле А в этот раз Мы короче Это И тогда все там Покупали А сейчас Такое Скудное Вот это Производство Тарелок Что Не знаю Ну подошли Посмотрели Я говорю Слушай Ну пока рано Пока рано Смотреть Почему Потому что Я говорю Я даже не знаю Какого Какой Цвет Дракона В этом году Нужно Нужно Смотреть Сначала Нужно Определиться Что Тут Да Как Тут Такая Школа Тут У нас Прикольная С такими Часами Вообще Круто Каждый Раз Проходишь Так Смотришь Мне нужно Просто Отдельно Знаете Вот Есть Люди Неутепленный Совсем Вот Поэтому Надо будет Посмотреть Что В этом году Ну в этом году Тоже Сейчас Телеграме Опять же Я говорю Что мы там Очень часто Встречаемся Переписываемся Онлайн О том Что Вот в этом году Не знаем Как Новый год Отмечать Либо Я Павлику Еще не предлагал Либо Либо Прямо Хочется Вы знаете Собрать Какой-то Прямо Шабаш Ну самых Таких Близких Каких-то Людей Друзей Другое Дело Что Конечно Не до утра Сидеть Посиделки Потому что Мы Любим Первого числа Куда-нибудь Пойти Погулять Вот Ну так скажем До трех Часов ночи Где-то Посидеть Пораньше Собраться Может там Часов Десять Там Два часа До Нового года Новый год Отметить И где-то Там до трех Часов Ну вот Мне кажется Пять часов Выше крыши Посидеть Поиграть В какие-то Игры И там Не знаю Там Пообщаться Ну и потом Так скажем Разойтись А первого числа Тоже куда-то Либо съездить Либо сходить На коньках Покататься Просто прогуляться Ну Я еще Паша Об этом не говорил Он об этом Не знает Ну и конечно Если кого мы Будем приглашать Так Ну немного Там человек Может быть Пять Там Не знаю Вот Чтобы у нас Стол есть Большой Где можно Посидеть Но опять Это дело Каждого человека Кто-то захочет Пойти Кто-то захочет Дома сидеть Потому что Я знаю Что очень много Людей Отмечает Новый год Не то что В кругу семьи А просто Любят дома Отмечать Ну хотя Нас Тоже Приглашают Уже Который год Подряд Юля Юлины родители Вот Может быть Вообще В этом году Соберемся Просто уедем Куда-то За город И все Кошек Либо с собой Возьмем Либо на кого-то Оставим И Уедем Из города Куда-нибудь В Подмосковье Дом сейчас Что вам показывают Дом здесь Помните Мы как-то Ходили Во-первых Кто с нами Давно Здесь около СМ клиники По Ярославской улице Стояла вот такая Пятиэтажка Вот Сзади Перед ней Точно такая же Но все Уже нет Первый дом Снесли Здесь прямо на глазах Второй дом Тоже вот уже готовый К сносу И вот скоро построят Вот такие хибары Вот такие хибары Здесь будет целый район Застраивать Вот такими огромнейшими Хибарами И меня всегда удивляют Людей Все нет денег Откуда деньги Берутся Да вот говорят Вот нет денег Не на машину Да какая машина Квартира Тем более Люди говорят Что есть не на что Но столько строится В последнее время Жилья Точечного жилья Застройки Хотя господин Наш новый мэр Говорил Что я не Лужков И точечной застройкой Заниматься не буду Вот посмотрите Сколько в Москве Занимается Точечной застройкой Вот здесь построят То же самое Вот эти Пятиэтажки Тоже снесут Вот здесь То же самое Все будет Вот этих домов Тоже не будет И вот здесь Будет вот такой Целый комплекс Огромнейших 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 домов Вот у меня вопрос Новостройки Кто все эти люди Кто покупает Но я ладно понимаю Что там в Москве Быстроились бы там Ну не знаю Там ну 10 домов В год Ну понятно Что там со всей России Там откуда-то Кто-то что-то может купить Но в таком объеме В таком объеме Просто строятся дома Я просто Просто в шоке Просто очень много Очень много И самое главное Что дома строятся Либо какие-то Полупустые стоят Не продаются Либо Действительно Какие-то районы Прямо Жилые застраиваются Покупаются Кто эти люди Вот где бы найти Миллионов 20 Вот еще И купить еще квартиру Либо расшириться Либо еще что-то Я не представляю Кем и где нужно работать Чтобы зарабатывать Вот такие огромнейшие деньги Что без проблем Вот так вот По щелчку Покупать себе квартиры По щелчку Покупать своим детям Кто все эти люди Кто покупает Все эти квартиры За такие сумасшедшие деньги Цены так возросли На жилье Что это просто Уму непостижимо Вот СМ клиника Которая по Ярославской улице Я конечно не Не то что не советую Дело каждого человека Но мы не советуем Сюда ходить Потому что Есть платные клиники Которые намного круче Чудо доктор Вот например Мы пользуемся Столица Потом Еще какая Забыл как называется В общем Ну хотя бы вот эти две Для москвичей Кто там Под Москвой живет Тут СМ клиника Хотя я здесь лежал Меня оперировали И мы достаточно хорошо Этой клиникой пользовались Это не только Это одна из Так скажем Сетевые Это сетевая поликлиника СМ клиника И вот эта на Ярославской Одна из Представителей Так скажем Тех Этой больницы Но вот В последнее время Они стали Разводить людей на деньги Что значит Разводить людей на деньги Ну не то что Вы приходите И вас там как Грубо говоря Давайте нам еще денег А так скажем Назначают те анализы Которые вам не нужны И тем самым Особенно лабораторные Всякие исследования И кровь например Там да Вам нужно сдать Например Кровь на Определенную группу Там каких-то Не знаю Там гастроэнтерологу А она назначает Такие анализы Которые вообще Никогда Гастроэнтерологи Не назначают Это как я С ногой С ногой пришел Да 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 С ногой пришел Он говорит Пришел к хирургу с ногой Вот сюда В СМ клинику Да У меня Да просто хромал Хромал да Ну что-то либо подвернул Либо что-то еще Ну по сути Как бы Что первое делается Это рентген снимок Он говорит Сначала Говорит Дашь анализы Только потом на рентген Я говорю А нельзя на рентген И без анализа Он говорит Нет Я говорю А почему Ну типа Ну там надо анализы посмотреть Потому что причина Может быть там Разная Да Разная Все остальное А как бы Ну ладно А еще это было давно Там анализа было Просто на пять с лишним тысяч Причем анализы там Да на спиты На сифилисе Что-то только не было Да Что-то не было И на сахар Там гликированный Не гликированный Что-то только не было Ну то есть прям Прямо вообще Ну просто не Ну Врачу-травматологу Ну пусть там Ну вообще никак не надо Ну и рентген Я вышел Не пошел У него спросил А если я не буду сдавать Он говорит Тогда я вас не буду принимать Тогда типа не буду фотографировать Вот так вот Типа они здесь разводили Ну это было Было такое Был такой разговор И мы даже не стали делать А он просто шел Грубо говоря Ну где-то подвернул ногу Просто хромал Ну так другое дело Вы сделаете рентген Идите к врачу Грубо говоря Да И у вас рентген Все нормально Тогда надо сдать анализы А то перед тем Как рентген сделать Вам значит это Ну куда вот он Стоял-стоял И попер Вот И это как называется Рентген Я вас не буду делать Вам рентген снимок То же самое Что вы пойдете На флюорографию Вам скажут Флюорографию я делать вам не буду Пока вы не сдадите мне Анализов на 10 тысяч рублей Вот это вообще смех Поэтому не советую туда ходить И все Я вам всем рекомендую Кто еще не видел Кто досмотрится В этот раз Есть улица Ярославская Вот мы сейчас идем От Вденхани Так далеко Вот прямо там идет Проспект Мира Вот по аллейке И там церковь будет Тихвинская И вот за церковью Если вы пройдете Будет тут улица Ярославская Ориентир Ярославская улица Дом 8 Напротив нее Сейчас я вам скажу Там какой адрес Там прямо есть Чебуречный адрес Прямо советская Чебуречная Ну не знаю Советское время Она стояла Либо нет Но именно вкус Чебуреков Советских Вот не вот здесь Не вот здесь Чебуречная Не в отеле Катюша А именно Вот рядышком Вот в такой Хибарке Стоит Сюда люди Толпами Идут Чтобы купить Себе здесь Чебуреки Вот Тут иногда Просто не попасть В определенный момент Потому что Люди покупают И по 10 И по 20 И по 30 Эти чебуреков И они реально вкусные Вот Вот такая неприметная Неприметная Какая-то будка Не знаю Как даже назвать Здесь прямо написано Чебуреки Раньше они стоили Вообще копейки Сейчас Яндекс оценка Сейчас мы с вами посмотрим Сейчас уже Паш чебурек Уже 120 рублей стоит Представляешь А раньше сколько стоил Что-то 60 было Да Ну оценка конечно 5 баллов У этого У этих У этой чебуречной Вот она Чебуреки Вот так вот написано Адрес Улица Ярославская 9Б Вот Короче приходите Очень правда Вкусно Даже из почтовый ящик Для налогов И Различной другой Корреспонденции Для благодарности Да Благодарные письма Да Письма благодарности Поэтому Это одно Из таких мест Еще Была у нас Подписчица Но мы к ней Тоже были подписаны Алена Дейс Которая в Нижнем Новгороде Под Нижним Новгородом Живет В Нижегородской области Вот Ну вот так как Она сейчас занимается Вязанием И Мы все таки Любим смотреть Какие то лайфвлоги Путешествия Тревел Либо еще что нибудь Видишь у меня Какой Английский язык Life Тревел Санки варамач И так далее Ну в общем Этот Че я хотел Она говорила Что Ой Она говорила Что есть еще Какая то Тебуречная Якобы на Цухаревской Ну вот Ну я что то там Не помню Тоже советская В доме А сейчас Типа она Переехала Немножко дальше Где то Та которая была На Цухаревской площади Ее сейчас там нет Там сейчас Бургер Кинг Или какая то Дребедень Очередная Вот Ну вот это Реально Оставшиеся А еще В Петербурге Есть Тут петербуржцы Смотрят На площади Восстания Там у них есть Как она Хунчиковая Там вообще Какао Пышечная Да Ой у меня Жлюни потекли Там такие Безумно вкусные Пышки Советского времени Там такие Эти Как называется Какао Вот это Или как молоко Вот это Кофе Не кофе с молоком Либо какао Там подают И это Конечно Очень вкусно Я прямо А сейчас вспоминание Прямо слюни потекли На Московском Тоже Конечно На Московском Что На Московском Проспекте Около Метро Парк Парк Победа А Да Да Это на Московском Проспекте Точно Точно Есть Там Тоже Это где-то За этим За СКС Или как Он у них Называется Типа нашего Олимпийского Только у них Там Подобный Точно такой же Только не Олимпийский А СКС Или как Он называется Там тоже Да Такая Что-то подобное Есть Вон Собянинский Этот Как он называется Работает У нас Свои ребята Петербург Видите Лужи Просто Машины В лужах Стоят Как это Называется Ну Ливневка Доленевка Как работает Просто Смотрите О Так Вот А в этой Которой На площади Восстания По-моему Там Вот этой Пышечной Помнишь Там Такое Окно Квадратное Такое 20 сантиметров На 20 сантиметров И ты подходишь И у вас Окно Получается Где-то Вот Над вашим Уровнем Вот так Вот И то есть Тебе Чтобы получить Там Такие Ноги Ходят И вам Когда Подают Пышки Какао Там Этот Человек Получается Вот так Вот Наклоняется И вам И вам Дает Эти Пышки Это очень Смешно У нас Там Друг Живет Ну вот Пышки Там Больше Бурей Нет Пышки По-моему Вот И как раз Вот там Вот Вот Ну Он говорит Там Такие Ноги Говорит Ходят И как-то Очень странно Так сделано Действительно Что Человек Наклоняется И вам Вот так Вот Туда Значит Разнос Не на уровне Там Тело Так Скажем Груди Где-то Это Где выдача Еды Где-то На уровне Колен Находится Вот Тогда Действительно Так было Смешно Там Тоже Такие Есть Причем Вот Такая Вот История Но Все равно Самая Вкусная Это Еще И Петербургская Десертка Это Как Север Ну Раньше Был Сейчас Не знаю Сколько Да Давно Там Не были Потому что Уже Туда Да Но В тот Когда Мы Раньше Ездили Это Дома В Питере Уже Тысячу Лет Не были Когда Есть Сколько Мы В Питере Не были Лет Пять Лет Пять Наверное А раньше Когда Где-то Одиннадцатый Год Двенадцатый Тринадцатый Мы Прямо Туда Знаете По Два Три Раза В год Ездили Причем Ездили Так И Тогда Каждый раз Как приезжали Обязательно Посещали Кондитерскую Север Очень вкусно Но сейчас Конечно За столько Времени Уже Все Могло Измениться Только Петербуржцы Могут Рассказать Сохранилось То самое Качество Севера На Невском Проспекте Либо нет А еще Чебуреки Вот такие Что у них Там Тоже На Невском Это что А Это Брынза А это Брынза Но тоже Сетевая Сетевая Это Ну Ну Такая Ну В Москве Жи Нет По-моему Такой Это Питерская Питерская Сеть Тоже Да Ну Бюджетная Ну Тоже Скажи Бюджетная Да Сейчас Отличительно Там Других Мест Ну В общем Там Вот такие Чебуреки Вот такие Вот Прямо Срубки И Это Тоже Там Сидели Частенько На Невском Проспекте В общем Смотрите Сколько Мест Сказали Где Можно Посетить И Поесть Петербург Москва Москва Санкт-Петербург Включаемся Посредине Эта Станция Какая А С платформы Говорят Это Город Ленинград Балагоя Станция Между Санкт-Петербургом И Москвой Не Балашиха Идем И Павлик Че Ты Сказал Время Пять Четыре Нет А уже Темно Почти Да Представляете И Я говорю Так день Конечно Убавляется Еще только Октябрь Конец Октября Да И Это Начало Ноября И Еще Будет Сколько Сказал Полтора Месяца Ну 22 Декабря До 22 Декабря Еще Будет День Убавляться И Вот так Вот Если Подумать Что Мы Будем Отмечать С вами Новый Год Это Как Уже Насколько Мы Будем Приближены К весне Как минимум На 5 минут Может быть Где-то Там День Добавляется Я раньше Думал Что Каждую Минуту Там Каждый День По Минутке А там По Другому Там Один День Например Минута Второй День Две Минуты Потом Снова Минута Потом Три Минуты Потом Две Минуты Потом Например Плюс Семь Минут Сразу Очень Интересно Там Посмотрите В интернете Есть Как День Прибавляется И как День Убавляется Ну Сейчас Пока Мы С вами Все Живем Идем К самому Как Называется Маленькому Световому Дню Да И Самой Длинной Ночи И все Темнее Темнее Ну Конечно И пасмурно Видите Какие Тучи И пасмурно Конечно В Москве Дождливо Но Опять Посмотрел Числа До 7 ноября Долгосрочный Прогноз Конечно Но В любом Случае Прогноз Там И плюс Три И плюс Семь И плюс Одиннадцать В общем Такая погода Которая Не то Что не зимняя А Все Дожди Дожди Пасмурно Дожди Снег Дождем Опять Дожди 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 Но Если снег Как мы тут Видели В Москве В телеграм Опять Канале Говорили Когда снег У нас выпал Где-то Такой Прямо Вот Как раз Который Тает Вот Видите Остатки Какого 27 октября Да 27 октября Вот он Видите Под дождем Весь Растал Прямо Хороший Прямо Покров Был Утром Проснулись И Прямо Такой Снег Прямо Вообще Вот А Как раз Я тебе В больницу Шел По-моему Как раз Да Ты утром Не стал С добрым Утром Снеж С добрым Снежным Так Мы дома Не видели Вы давно Здесь На youtube Канале Кошечек Моих Эх ты Шучка Крашеная Люська А Люська Самообман Я вам говорю Что пасмурная Погода Да То мы Стараемся Да Вообще Даже Когда у нас Лента Лента Есть Она Разноцветная Вот И Поэтому Мы ее В Новогодние Праздники Она у нас Так вот Мерцает А в Простые Дни Когда Дома Мы Либо Где-то На улице Выходим В общем Грубо говоря Мы просто Включаем Ее Вечером И У нас Такой Как скажем Зрительный Самообман Зрительный Самообман Заключается В чем В том Что Когда Вы Смотрите И у Вас Ощущение Что Как будто На улице Чуть Светлее Видите Вот Сейчас Оставим Эти Сразу Начинают Играть Немножко Оставим Проветриться Пусть Побегают Поиграют Вот Девки Любят Играть Вообще У нас Очень Дел Мы никак Не можем Добраться До шкафов Но это Уже Не в этом Видео Вот это Все Нужно Разбирать Вот это Вот это Вот это Все В общем Шкафы Плохо Видно В общем Вот это Все Нужно Разбирать Никак Не можем Добраться До них До До Шкафов Развивать Развивать Потому Потому Что Все Так Там Более Перспективный Более Перспективный Теле Этот Как Называется Портал Да А Ютуб Все Так Вот Ну Пока Ни туда Ни сюда Вот Поэтому Давайте Будем С вами Там Встречаться Ник Называется Ваши Лучшие Друзья Встречаемся Здесь С вами Прощаемся Пока Пока